Горыныч. Именно так ласково дорожные рабочие называют трактор-контур, наносящий разметку. Огнем он не обжигает, но работает с тройной отдачей. Всего за час с небольшим новой разметкой машина успевает покрыть 700 квадратных метров самарских дорог. Для этого трактору-контуру с котлом, вмещающему 700 килограмм материала, нужно сделать несколько рейсов. Предварительно термопластика разогревается в маточных котлах, которые стоят на базе маза машины. Доходит температура до 190-200 градусов в маточном котле. Ее сливают именно непосредственно в машину. После этого машина приступает к нанесению. Разметка, выполненная холодным пластиком, эластична, устойчива к переменам погоды и долговечна. Нанесенные линии долго не смещаются, не стираются и не расплываются. В том числе и при высоких нагрузках транспорта на дорожное полотно. Качество в первую очередь замечают водители. Наличие разметки – это, прежде всего, безопасность. Никто не нарушает траекторию движения и всем понятно, кто куда едет. Общий объем разметки, которую нанесут, почти 65 тысяч квадратных метров. Она покроет 80 улиц города. Работают шесть бригад, в основном в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению. Традиционно наносить разметку начинают с центра города. Это все, что касается площади Куйбыша, проведения майских праздников, 9 мая. Но это еще связано с тем, что у нас так сложилось, что площадь, центральная часть города в основном идет, желая застройка газонов мало и уборка зимних накоплений происходит намного быстрее. Основное условие – чтобы дороги были подготовлены к нанесению разметки. Проезжая часть моется, пылесосится, при необходимости выполняется поддерживающий ремонт. Работы по нанесению разметки будут продолжаться все лето. Срок окончания работ – 30 сентября. Гарантия – один год. А в августе возле учебных заведений на дорогах появится знак «Осторожно, дети», чтобы в преддверии учебного года водители были внимательнее и осторожнее. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, Станислав Левин. События.